Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток Эмиль-1. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить, как обычно, каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал. Я буду очень благодарен вам за поддержку моих начинаний и за лайк этому видео, если вы его поставите. А я хотел бы, чтобы вы это сделали как оценку моих трудов. Спасибо вам заранее большое! Итак, Эмиль-1. Это восьмерка, ведущая вас к десятке кранвагену. Танчик для кого-то проходной, для кого-то остающийся в ангаре в коллекцию, либо периодически выкатить его просто для фана. Я его выкатываю не очень часто, но в ангаре себе я его оставил. Итак, давайте посмотрим кратенько технические характеристики. Краткие технические характеристики, как обычно, не вдаваясь в подробности по бронированию, скорости разворота на месте и так далее. Все это мы заценим с вами в бою. Давайте посмотрим, что у нас есть по пушечкам. Пушечки у нас с собой представляют обычные недозаряжаемые магазины. В первой пушечке три снаряда, во второй пушечке три снаряда. В первой пушечке меньше урон, меньше время перезарядки. Ну, в общем, в принципе, все меньше. Это, по крайней мере, честно, потому что открывая следующий уровень, вы, наверное, хотите, чтобы пушка становилась только лучше и ни в чем не теряла, а только получала. Итого на топовой пушечке, которую вам надо будет открыть, это пушка девятого уровня, вы будете иметь 22 секунды перезарядки магазина. Я считаю, что это, конечно, долговато для магазина, но в целом магазин есть магазин. Уже что дали, то дали. Итак, урон в минуту 2000 единиц. Ну, я бы не сказал, что это существенно, но плюс-минус играбельно. 320 единиц урона, честно говоря, за шот маловато, потому что, играя на кране, эти циферки реализовываются немножко по-другому. Хотя, в принципе, средний урон на десятке, он составляет приблизительно то же самое число, просто вы чаще можете сандалить по противникам, исходя из того, что вам не надо ждать перезарядки всего магазина. В общем, в целом, вот этот вот эмиль, он меня лично удивил, находясь здесь. Здесь это такое вот промежуточное звено между танком с дозаряжаемым магазином и между танчиком, который имеет обычную пушку, цикличную, абсолютно незаурядную. А здесь всунули магазин, который надо ждать, чтобы полностью перезарядился. Итак, ребят, давайте закатимся в бой, посмотрим, что он может в бою. Перед тем, как мы зайдем, по бронированию, ну, ни вашим, ни нашим, вот здесь как-то рикошетит, вот тут как-то тоже, если как-то вот так. Вот здесь прям влетает вполне нормально, и вот так вот тоже влетает нормально. Но, честно говоря, в стычке, когда прям в лоб к нему приходишь, то, ну, мне лично очень часто бывало тяжеловато эмиля в боданиях, ну, забодать. Единственное, что выжить так, чтобы он ушел на 22 секунды перезарядки и выиграть у эмиля стычку сугубо скоростью вашей перезарядки. Ну, как-то так. Погнали покатаем, а там еще поговорим. Итак, что касается подвижности. Ну, я бы сказал, типичная подвижность тяжа, всегда хочется больше, но в целом я бы сказал, что это нормальная скорость и разворота на месте, и скорость движения вперед, и динамика разгона. В принципе, все как у обычных тяжей, мы едем ничем не хуже, чем Тайп 50, простите, Тайп 68. В целом, ну, нормально, катимся да и катимся. Я думаю, что мы можем немножечко поехать сейчас попытаться задавить вот эту СТшку. Ну, исходя из того, что для СТ все-таки, ну, нас будет пробивать тяжелее, чем для танчиков 9 уровня, на которых мы можем нарваться сейчас. Что касается поворота башни. Поворот башни плюс-минус комфортный, нельзя сказать, что он там какой-то долгий. Пушечка вверх поднимается очень хорошо, вниз не очень хорошо, но в целом играть можно. Гусеницы повреждены, шанс разрыва увеличен. Играть где-то от каких-то холмов, ну, разве что стоя прям совсем мордой. Ну, вот он, барабан в своей красе. Единственное, что очень сильно непривычно, имея уже у себя в ангаре 9 и 10 с дозаряжаемым магазином. Ну, честно говоря, очень непривычно, когда ты остаешься вот так вот с одним снарядом, играешь, и потом уже опосля ловишь себя на мысли, что снаряды-то не дозаряжаются. Ну, периодически приходится уходить на принудительную перезарядку всего магазина, как вот сейчас, потому что проще выкатиться через 20 секунд сразу с тремя снарядами в магазине, чем пытаться это сделать после шота. Так, пользуясь случаем, попытаемся перескочить на ту сторону. Я думаю, что нам необходимо добраться до вафельки, разобрать вафельку, ну, а дальше уже попытаться зайти как-то с тыла к противникам, как только что показала нам прицелка на два ТТ вражеских, на Эмиля, такого же, как мы, и еще на один тяжик. Так, они для нас полностью красные были, ну, а, соответственно, выезжать на них в лоб не имеет абсолютно никакого смысла. Динамики, как видите, ее, в принципе, хватает для того, чтобы мотаться. Единственное, что я так понимаю, что... Вот это вот все было зазря, там они сошлись один к одному. Итак, что касается времени перезарядки между снарядами, очень даже комфортно. Есть, конечно, такое ощущение, что вот буквально там на какую-то долю секунды было бы поинтересней, но в целом хватает. Результативность у этого танчика, ну, такая, знаете, посредственная. Сказать, что этот танчик будет вам из боя в бой доставлять исключительно фан, абсолютно нет, но и проблем особых он не доставляет. Вот на нем, как-то, знаете, вот среднячком катаешься и абсолютно без напряга ты как-то выкачиваешь себе эту ветку, почему я всегда ее и советую. Итак, братцы-танкисты, 1233 урона, я бы не сказал, что это много, этот танчик может выдавать и побольше, у меня лично на нем получалось и до 3000 заносить. Что касается двух фрагов, ну, фраги у нас были такие себе, мы не ушли в минус, это уже хорошо, значит, качать ветку плюс-минус приятно и голду использовать, как правило, не приходится. Ну, а наше место третье с конца, оно закономерное, потому что, в принципе, ребята были пободрее, ну, и Йох вообще отыграл просто на ура, он молодец, даже, я думаю, что надо сделать вот так вот, это абсолютно заслуженно. Но давайте еще одну каточку. Итак, погнали, посмотрим, что у нас получится в этом бою. Я думаю, что должно, в принципе, у нас все получиться, против нас один ТТ, хотя, в принципе, Чериоттер 8 уровня, ну, как бы может нам немножко доставить неприятности на большом расстоянии, потому что Чериоттер нас пробьет очень хорошо. Ну, и еще у них есть Химера, которая заносит неплохо, но на наше счастье они все столпились вот там вот где-то за холмом. Сейчас попытаемся проехать немножечко, как-то вот заехать даже наглануть с тыла и попытаемся помочь окружить противника. Мы пока идем без засвета, это уже хорошо. Как я говорил, динамика у этого танчика довольно неплохая, поэтому она позволяет вот так вот как-то, как мне кажется, неожиданно для врагов выехать. Углы склонения плюс-минус тоже неплохие. Вот мы начинаем потихоньку раздавать барабан по броджете. Я даже готов пойти на размен уроном. Наш Свеи пытается здесь сбодаться с Т-54, и честно говоря, мне кажется, что в этой стычке у Т-54 шансов-то в принципе гораздо больше, чем у нашего Свея. Но свой молодец, нарвался на врага, не начал убегать от него. Итак, все враги наши там. Бой потихоньку подходит к своему логическому завершению. Немножечко мы не дотянули. Может надо было остановиться, конечно, и свестись, но мне, честно говоря, очень сильно хочется добрать вот этого. И я сделал очень большую глупость. Надо было все-таки остановиться и нормально свестись. Ну да бог с ним. Итак, 1300 урона, ничем не лучше, чем в прошлом бою. По результатам боя мы получили опыта чистого в 1000 единиц. 8000 серебра не ушли в минус, да и хорошо. Опять третье место с конца. И в принципе, вот это третье место с конца, оно и будет вас там плюс-минус преследовать, прокачивая этот танк. Поиграв на этом танчике, я играл на этом танке последний раз, наверное, месяца 2-3 назад. Поэтому, в принципе, подзабыл его все вот эти вот характеристики в ощущениях, когда ты на нем играешь. Потому что, в любом случае, к танчику вы привыкаете, привыкаете интуитивно чувствовать, сколько вам надо на перезарядку, сколько времени надо, чтобы прорваться куда-то и так далее. Что хотелось бы сказать? А хотелось бы сказать следующее, что по какой-то причине, я, честно говоря, не помню, это было очень давно, я этот танчик оставил у себя в ангаре на своем постоянном аккаунте. Наверное, чем-то он меня впечатлил и чем-то понравился. Но для вас этот танчик может оказаться исключительно проходным, не ведущим вас к фану и удовольствию, но ведущего к Эмилю II, который является, безусловно, гораздо интереснее танчиком, чем Эмиль I. Всех благ, всего хорошего, возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии ваше мнение по поводу данной машинки. Я буду всегда рад их читать и отвечать. Всего хорошего, фаньтесь, получайте удовольствие, мира вам и всех благ. Субтитры подогнал «Симон»